Я Реанур, и я решительно желаю здоровья, а также прекрасного настроения всем смотрящим данное видео. Это очередная серия летсплея по игре Re-World. Да, я все еще играю в девятую альфу, если кто не в курсе. Да, в прошлой серии мы решили проблему энергетического кризиса. Чуть не умолили своих колонистов голодом. Это было, да, это было в районе эпика, так что-то не пойму. У нас кончилась еда. Так, Римль, где ты? Что делаешь? Несет сталь на дрель. Хорошо, неси и давай занимайся едой, потому что у нас это как-то чуть-чуть важнее. Чуточку, чуточку важнее. Ага, не хватает, видимо у нас здесь 2,6. Так, ох, не хватает. Нечего жрать на самом деле нашим колонистам. Ну ладно, вот ягоды хотя бы. А почему ягоды не несут? Несут ягоды. Хорошо, сейчас принесут ягоды и куда их принесут? А принесут их, естественно, не сюда, куда бы нам не было бы надо. Так, наверное, тогда пока что... Уберем пока этот рис. Можно я вот так? Или нет, он на складе, он никуда не уйдет. Так что нужно на складе пока отказаться от риса временно. Пускай сюда тащат ягоды. Иначе, иначе все будет плохо. Так, давай-ка, немедленно принеси рис. Освободите место под ягоды. Это очень важно. Это хоть как-то даст нам шанс сейчас, что мы не будем питаться чем попало. Сейчас мы сделаем какой-нибудь ягодный джем, я не знаю. Так, а можем мы приказать? Нет, не можем. Роботам приказать не можем. Они сами выбирают программу того, как действовать. Так, ты... Нет, у тебя нет переноски. А как у нас переноски? Кто-то что-нибудь таскает? Угу. То есть этого количества они считают достаточно или что? Я не могу понять. Почему эти ягоды не несут? Так, я понимаю. Понимаю, что очень просто можно поступить. Простое блюдо. И мы немножко расширим просто временно. Временно расширим. А сферу влияния. И Риммель что-нибудь начнет нам готовить. Немедленно готовить на кухонной плите. Кто-нибудь другой займется этим делом. Так, все, пошел, пошел, пошел процесс. Вот, хоть что-то да приготовил. Из того, что есть, из всего подряд. Готовится и то, и то ладно. Да, простое блюдо и... Я даже не знаю, может эти штуки тоже использовать. А в готовке? Давайте, давайте не будем шкурничать уж совсем, да? И бананы, и бананы, и лимоны, и лаймы. Вот это вот все, все, все. Пока... Пока готовить. Вот, пока готовить. Готовь из того, что есть, из всего, чего хочешь. Потому что наши колонисты не должны голодать. Все должны быть сытыми, здоровыми. Так, исследования. Давайте исследуем еще больше всего. Уран потихонечку, кстати, поднакапливается. Это прекрасно. Ну как, он сейчас будет и потрачен. Так что нормально все. Ну что ж, энергопроблема, как минимум, решена. И накапливается, да? Все накапливается даже ночью. Это означает, что можно избавляться от уже устаревших солнечных генераторов. Это очень хорошо для меня. Это просто прекрасно. Так, кабель здесь уже готов. Готовь, так что можем строить следующую лазерную дрель. Даже несмотря на то, что у нас нет ресурсов под это дело. Вот. Как-то так. Maverick. А, ну все, Lammers пошел строить то, что нужно строить. Так, приказы. Приказы, приказы. Убрать. Убрать все лишнее. Вот так. Кстати говоря, почти закончили, вернее не почти, а конкретно закончили работы над площадкой, стартовая площадка нашего корабля. Поэтому потихонечку мы можем уже начинать его проектировать. Ну, я пока, я бы рад бы, но на самом деле я чуть-чуть подожду. Расскажем так. Капельку надо подождать. Куда-то там ведет стена, одна, другая. Я что-то стремаюсь пока их вскрывать. И не помню, к сожалению, была ли там проблема или не было проблем в этом участке. Кстати, а ну-ка включите нам мэдинг-машину, пожалуйста, на место. Да это тоже дело включать. Что случилось? Все посевы уничтожены. Ну, кто б сомневался. Кто б сомневался, что может быть все плохо. Так, это пока выключаем. Здесь пока идут работы. Все пока в процессе. Вторую печку пока мы не активируем. В принципе, риммаль справится и сам в одиночку. А вот лампочки, кстати, вот эти до сих пор у нас не работают. Давайте включим их. Потому что как так? Пускай они тоже работают. Только ридоры темные. Здесь ничего не разрыл. Да, персональных комнат не досрол я так. Все сделано, кроме того, что нужно. Ну ладно, поставлю еще парочку дрелей, поставлю парочку генераторов с энергетическими проблемами. На этом будет проблема завершена. А ну-ка, а если это мы еще даже это включим? Думаю, теперь мы можем позволить себе это тоже включить. И по необходимости... Кстати, а где можно сделать какие-нибудь полезные вещи, типа... Тейзер можно здесь сделать. Оружие пока еще мы делать не можем. Так. И кажется, и не сможем. Я не помню, сейчас я гляну. Может быть, все-таки какой-то мод все-таки это делает. А здесь что у нас? Это головка для дрели. Это понятно, нам не понадобится. Здесь... Да, здесь только контактное оружие, либо вот всякие разные штуки. Здесь... Да, здесь тоже не можем... Да, не можем мы, к сожалению, создавать... Таких-то таких вещей в виде оружия пока я не нашел. Ну и ладно. Обойдемся без оружия. Оружие будем покупать тогда. Как и положено изначально в Револде. Покупать, добывать. Так, помелочи, тейзеры, всякую разную лажу. Мелочевку сделаем, конечно, сами. А так придется нам... Немножко в этом отношении экономить. Ну, есть хоть минимум боевые турели. И это не может не радовать. Снаряды, кстати, здесь портятся. Так что снаряды здесь хранить нельзя. Давайте сделаем тогда здесь небольшой склад. Зону. Склад такой вот. Небольшой складец. На котором будем хранить... На этом складе будем хранить именно снаряды, которые портятся там, на поверхности. Так, так, так. Так, оружие дальнего боя. Нет. Нет, не это все. Не то все. А где же у нас они находятся? Может, предметах? Нет. В материалах? Может, в материалах тоже не вижу я. В изделиях, скорее всего. Снаряды. Вот. Снаряды храним здесь. Вот. Иначе они, как видим, уже совсем-совсем подиспортились. Надо их перенести. На этом складе мы, естественно, запрещаем хранение снарядов. Им здесь делать нечего. Все, сейчас кто-нибудь, у кого активирована работа по переноске, когда будет времечко, естественно, перетачит эти снаряды. Ну, вот, пожалуйста, наш робот, Хаувер-2, занялся этим делом. Так. Отлично. Заканчиваем практически все исследовать, что только можно. Это прекрасно. Хоть какие-то проблемы у нас... Потихонечку начинают убывать, скажем так. Даже хмель появился. Пивко появилось. Так что... Компания, колония, скажем так, потихонечку приходит в себя. Очухивается от проблем, которые ее... Которые я, в принципе, сам создал, конечно же. Как? Что уж там говорить. Так, а где у нас хранится... Наверное, здесь. Уран? Да, урана потихонечку набираем. Вот. Омнигель. Сразу переводится в уран, как только он появляется. 75. Омнигель. И сразу из этого дела делается 17 урана. Может быть, это зависит, кстати, от мастерства. Я не знаю, как запрограммировано в этом моде. Но, тем не менее, процесс идет. И процесс идет, кстати говоря, очень даже неплохо. Много вещей, которые я хотел сделать, к сожалению, не сделаны. Ну, да ладно. Ну, да ладно. Сейчас мы... Я просто хочу уже закончить. Вот, как бы... Люблю законченные дела. Именно поэтому, кстати, я продолжаю снимать серию... летсплеев по Римволду, потому что я должен закончить эту историю. Так что ж, у нас уже все ближе и ближе мы к концу исследований завершаем. И уже после этого мы забудем на достаточно долгое время нашу лабораторию. И уже не будем по этому поводу заморачиваться. Давайте пока выключим все-таки. Хотя... Не, не будем выключать. Можем себе позволить. И хорошо это. Так, и, кстати говоря, одно из исследований у нас дало нам продвинутые солнечные лампы. Ну-ка, давайте посмотрим, где это может быть. Это, скорее всего, в производстве, так полагаю. Хотя, может быть и нет. Так, нет, не в производстве. Может, в декорациях? Нет, не в декорациях. Ковры. Температура Advanced. Что-то продвинутое. А, это уже, кстати, по роботам надо, кстати, да. Роботов потихонечку можно будет улучшить, чтобы они... А вот лампа. Кстати, есть еще Alert Lamp. Ну, не знаю, честно говоря, она мне не понравилась. Мне очень сильно понравилась. Меня интересует именно производство. Но она не в декорации, к сожалению. Именно солнечная лампа. Но ее здесь нет. А где же она тогда? А? В производстве не вижу. Сколько много вещей из этих всех модов. Ну, это да, это минусы сборок. То, что, если играешь такой... А, вот, кстати говоря. Вот она, солнечная лампа, да? Она потребляет сколько у нас всего. Потребляет... Развещает достаточно большую местность. И непонятно, сколько она потребляет. Почему не указано? Сколько потреблений это у нее? Э, алё, гараж. Не указано, сколько она потребляет. То есть вот так вот можно выбрать, да, 600 ватт. Ладно. Так, где это было? Продвинутая солнечная лампа. Большую площадь можно ей забить сразу. Защищена она, между прочим, от проблем с дождями. То есть ее можно даже поставить на улицу, что даст нам рост на вот таких фермах. Очень заманчиво на самом деле. Поставить такие лампы сюда. Да, и открытым фермерством заниматься. Так, а UV heat lamp что ты делаешь? Инфо. А, еще и подогревает комнату. То есть такая... То есть замена стандартной солнечной лампе просто. Но только еще и прогревающая комнату. Растения обычно любят тепло. Вот, и как раз таки проблемы обогрева вот такие вот решаются за счет этой лампы. Но мы не будем заморачиваться уж с этим. А вот поставить большую ферму здесь построить, это вот кажется мне очень-очень интересным. Надо только спланировать, как это все будет, да, по центру. Ну, почти по центру, значит, нужно будет сделать. Давайте, кстати, я сделаю приказ пока на раскопке. То есть давайте 12 на 12. Пускай будет красивая такая площадь. Вход будет, естественно, в фермерскую зону отсюда. Так, здесь пока единственное, что мы отменим, чтобы нам сделали... Здесь, скажем так, я планирую поставить подпорку. Так, 12 на 12. Ну, а лампа сколько нам закроет? А строение, производство? Нет. Опять потерял. Разное. Да, разное. Продвинутая солнечная лампа нам сможет данную территорию зацепить, да? По-моему, сможет. Сколько получается? Хм. Так, а не показывается. Ну, ладно. Ну, надеюсь, что сможет, да, она тоже это дело все осветить. Дадим приказ на то, что прозрыли здесь. Вот потихонечку. Это можно, наверное, будет разобрать. Чтобы был проход такой нормальный. На самом деле, по большому счету, можно прям поверх, да, их ставить. Я не буду через них перелазить, там, карабкаться и нормально все делать, но меня это не устраивает. Я хочу, чтобы все... Имею право на то, чтобы у меня все было красиво. Мне так кажется. Кстати, пошел работать уже. Источник энергии. А вот то, что, конечно, осветить на улице очень заманчиво. Как минимум, да, получается, некоторые, учитывая, что стоит мод на 24-часовой рост, если есть освещение. Правда, не все растения, я, правда, в этот раз сделал. Но, тем не менее, это ускоряет рост. И это прекрасно. То есть, ночью, как бы, не написано, что нужно, чтобы было отдохнуть. Такого бреда уже нет. Так. Проблема с едой потихонечку решается. Корм, к сожалению, правда, не растет. Питаемся простыми блюдами. Ну, да ладно. Это не так уж и страшно, на самом деле. Не так уж и критично. Так, так, так. Что, что я хотел? А, ну да. Именно так. Нужно закончить здесь, прежде чем приступать. Да, нужно быть последовательным. Иначе... Нужно, кстати, стрельбище где-то организовать. Я хотел тюрьму еще сделать. Эх. Ну, пока, вроде, пираты были. Ну, сильно проблем они прям не создали. Строение. Поддержечку из гранита. Прям куда-нибудь сюда впендюрим. Думаю, нормально она закроет. А выше поставим лампу и все будет хорошо. Так. Убирать сразу. Отсюда нужно весь мусор строительный. Иначе это будет все мучительно. Кстати, здесь тоже у нас мусора есть немножко. Давайте тоже уберем. Что, что так? Как-то не обратил внимания, не увидел, что ли? Это, в конце концов, наши материалы, наши ресурсы на будущее. Что такое? Путешественники проходят мимо. Проходите, путешественники. Я не против. Вы мне не мешаете. Я вас тоже не буду трогать. Атомная энергетика. Да, практически еще останется одно исследование. И на этом все. Исследования завершены. И можно будет всем заниматься уже чем-то другим. Не менее полезным. Так, построили, кстати говоря. Поэтому можно уже дальше раскапывать и вот это. А что это такое? Что здесь? Стена из стали. Ой, как-то меня это смущает, а? Стена из стали. Не знаю, рискнуть, не рискнуть. Просто какая-то... Посмотрим, насколько большая комната здесь, когда мы это все будем выкапывать. И там будет видно. То есть, опасная, не опасная там вещь внутри. Или просто комната. Комнатушка какая-то. Честно говоря, даже не знаю. Хотя вот то, что вот здесь это. И вот здесь это может быть какой-то такой большой отсек, где как раз таки могут находиться совсем нехорошие товарищи. Ну ладно, пока копаем. Пока копается. Да. Что еще мне бы надо было бы поделать? Ну да, уран пока производится. Но уже не так быстро, как хотелось бы. Сделали гейзер. Прекрасно. Поверх него делаем постройку еще один геотермальный генератор. Все, энергия мы теперь будем, думаю, обеспечены. По самой не балуйся. Кстати, как я понимаю, что у меня мог быть способ достаточно быстро решить проблему с животными. Например, вот таким образом. С нехваткой, вернее, еды. Например, вот так. Взять и... И вот так сделать. Так, только Нетана не подстрелите. Ходят тут всякие. Опасно все. Ну ничего, у нас если... Че, доктору потренироваться будет? На ком. Ну вот. Одну как минимум сложили черепашку. Давайте еще одну. Они крепкие, к сожалению. Ой-ой-ой-ой. Гуд тайм получил. Надеюсь, не сильные повреждения. Что он там? Так, ютубер. Самое время, да, заняться медициной. Так уж случилось. Немедленно лечить. Так, надеюсь, никого больше мы не подстрелим. Все остальные, да, вроде в порядке. Ну и свинье досталось. Хорошо. Свинье тоже хорошо. Будем ее тоже... Атаковать. То есть, как вариант, быстрой охоты. Вот такой у нас имеется. Вот, пожалуйста, мясо для разделки. Кстати, кто занимается на столе мясника работой? Ну, скорее всего, Риммон должен заниматься. Так, Риммль. Что ты делаешь? Готовит простое блюдо. Так, по-моему, сюда нужно чуть-чуть быстрее разделывать. Потому что иначе пропадет же. Ну вот, у нас появились ингредиенты для вкусного блюда. Кстати, а вот то мяско, которое было интересно, перетащили. Или оно сгнило. Там же какое-то время у нас было мясо. Вот, немножко мяска. Это, конечно, всегда прекрасно. Это означает, что можно сделать вкусную еду. И нашим колонистам будет еще немножко лучше. О-о-о! Необычные заморозки. Ну, с гипотермией, допустим, мы проблемы решим. Замерзшие посевы, конечно, неприятно. Ну, да ладно, у нас от посевов-то всего ничего. Конечно, важных посевов, но тем не менее. Сейчас мы разовьем огромную, думаю. А-а-а! Тьфу-то, что это за стена? Это, это так, ерунда. Просто в стена, в скале, кто ее догадался построить. Может, когда-то была. И зарила магма, я не знаю. И так вот, ну, типа, образовалась. Сперва, поверх гора, со стеной непонятной. Ну, это означает, что все не так страшно. Это меня очень даже радует. Ну, что ж, прекрасно. Мяско приобретает форму, становится едой. Ну, это, это радостное событие, да. Вот такая вот микроохота. Ну, и... Так, ну, это можно разбирать, я думаю. Это можно просто смело разбирать. Так. Приказы. Разобрать. Вот. Э-э-э, э-э, о-ху-ху-ху. Чуть было, не разобрал. Это, да, стенку разбираем. Думаю. Что-то за предовая стена была такая. Как-то вот так. Какое-то необычное сооружение в виде стенки. Да, надеюсь, эта штука выдержит, да. И все будет хорошо. И мы сможем здесь поставить хорошую такую мощную ферму для наших растений. Так. Это ж внутри, правильно? Да, внутри. А что снаружи, кстати, по температуре? Минус 5. Ну, в принципе, не такое уж и резкое. Это ерунда. Это ерунда. Так, приказ. Приказ на тему того здесь должен быть, чтобы выровнять пол. Обязательно. Нет, не здесь. Там не важно. Здесь важно. Здесь важно выровнять пол. Выравниваем полы. Также приказ на то, чтобы все это убрать. Вот. Сталь перенесут при первой возможности. Это не так критично. Вот, смотрите, на кого-то надо было поохотиться. И почему-то она, видимо, вне зоны действия. Хотя, вот уже в зоне действия. Поэтому вполне себе так охотимся на нее. Таким вот нехитрым способом. Не отвлекая при этом основной наш персонаж. Ну вот, вот еще немножко еды. Белочка пробегает мимо. Охотится. Выбрать цель. А зачем я делаю охотиться? Чтобы цель сразу была помечена. На то, чтобы ее переносили. Ну, прекрасно. Так что, всю животину, которая мимо пробегает, можно так вот, таким вот образом, брать и атаковать. И делать из нее еду. Вот. Попутно добывать некоторое количество кожи. Которую я в дальнейшем планирую, конечно же, использовать на изготовлении уже продвинутых вещей. Ну, пока, конечно, у нас основной приоритет. Это вот достройка, до создания, скажем так, нашего энергетического комплекса. Это самое важное, что меня... Ух, а что-то они мерзнут реально-то. Ну, на поверхности они не так часто находятся. Хоть это радует. Так, так, да. Даже в плащах некоторые подмерзают. Ну, надеюсь, никто не заболеет. Просто дискомфорт легкий испытали, и все хорошо. Роботам, кстати, вообще не надо париться на эту тему. Они просто приходят и спокойненько занимаются своим делом, да. Холод им не важен. Да, нужно компьютерную лабораторию развивать обязательно, чтобы роботы лучше двигались. Ну, что ж, завершаем. Завершаем уже исследование Stargate Astro Navigation. Это последнее исследование, которое есть. По сути дела, его можно было и бы не исследовать, потому что я его все равно использовать не буду. Хотя... Ну, нет, нет, я не буду использовать звездные врата. Я просто улечу всей командой на... Скажем так, в новое место обитания, в поисках нового мира. А уже потом, как будет или не будет, мы уже разберемся в дальнейшем. Ну, и, естественно, обязательно сначала всех колонистов приведу в хорошее состояние, чтобы они были просто в отличной форме. Да, подмерзают, подмерзают колонисты на поверхности, снаружи. А роботы вполне себе так прекрасно чувствуют себя. Ну вот. Так что, вообще супер. Конечно, интересно, наверное, а можно ли задание создать, добавить задание и сделать For Howling. Есть, конечно. For Plant Cutting. Так, для этого нужен скисер. Ага. Для этого нужен скитер. То есть, для переноски нормально. Можно, кстати, краулера сделать из него еще и чистильщика. Вполне себе. А скитера у нас, кажется, и нет ни одного. Или есть? Есть один жнец, кстати, жнеца. Можно... А вот это, кстати, интересно. Давайте-ка вот это нет. Посмотрим, что нужно нам для того, чтобы скитер у нас занимался Plant Cutting. Угу. Что для этого понадобится? Для этого понадобится механоид Ай-Чип. Есть такой. Останки механоидов. Есть такой. Пластали нужно сколько? Нужно 35 пластали. И тогда у нас появится вот робот, который сможет управляться еще и с рубкой дерева, да, помогать по хозяйству фермерствовать. Хм. Очень даже интересно. На самом деле, мне это нравится. Я обязательно, конечно, это сделаю. Так. Ну что ж. Процесс идет. Все заняты делом. Последние завершаются исследования. Завершаем науку. Науку заморозки, кстати говоря. Закончились. И, кстати, включить лампы надо. Что это я? Лампы-то наружные освещения. Что не включено-то? Должно быть светло у нас. Да, мы все должны прекрасно видеть, что происходит. Угу. Угу. Так. Кабанчик, ты слишком близко подошел, и у меня как раз есть на тебя время. Так что... Будешь нашей едой. Вот так. Все быстро будет. Не беспокойся. Э, ты куда стреляешь? А, отменить цель обстрела можно? Да, они что-то решили по дереву пострелять. Как-то так случилось. Рубим тупо этот. Чтоб он не мешался. Кого будет время, приходите. Рубите спокойненько. Да, экран исследования полностью завершен. Все, что можно изучить, мы изучили. И, в принципе, да, на этом я закончу серию. Серию научную такую. Ну, конечно, много других полезных дел сделали. Вот так создать. Не знаю, чтобы не забыть, я сюда сразу поставлю разную продвинутую солнечную лампу. Так, чтобы она у нас закрывала. Ой-ой-ой. Чуть-чуть капельку углового пространства и не хватает, чтобы засветить все. А так... А так на входе чуть-чуть нет. Ммм. Ммм. Ну, не бывает идеальных решений, да. Все-таки получается, она немножко меньше, чем бы мне хотелось. Ладно, в углу тогда поставим, не знаю, статую. А, обогреватель. Сюда поставим обогреватель, чтобы я, опять же, не забыл сразу. Сразу сделаем, опять же, энергия. Нет, температура. Поставим сюда обогреватель. Не будем ставить индустриальный обогреватель, просто обычный обогреватель. Что ж, на этом я могу смело заканчивать серию. С вами был я, Реанур. Подписывайтесь, для того, чтобы не пропустить завершающие серии по Римволду. Если понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. И обязательно комментируйте в таком случае, что же не понравилось. чтобы я смог дальше думать на тему того, как улучшить для вас ваши видео, свои видео. Пока-пока. Счастья вашему дому. И до следующих эпизодов.